Главное ожидание от экспертного совета – это обладание какой-то совокупной максимальной компетенцией по теме конкурса, чтобы все вместе эксперты, они более-менее накрывали вообще все, и по всем спорным вопросам, в том числе, чтобы они могли принять решение. Поэтому я думаю, что если донор проводит разнонаправленные конкурсы, например, условно развитие муниципалитетов и развитие какой-то социальной ответственности в бизнесе, я предполагаю, что, конечно, эксперты тогда будут разные в этом экспертном совете, они потому что будут заточены под очень конкретные какие-то штуки. На заре совсем фонда мы прям отбирали экспертов из банков и так далее, обучая нас. А потом мы стали брать руководителей, те, которые наши гранты получают. Самые жесткие были они. В любой экспертной совете всегда мы стараемся, всегда стараемся пригласить представителей органов власти, а особенно если в социальный блок приходит новый человек. Экспертами конкурса мирного возможности являются как сотрудники компаний, так и местные эксперты, и плюс мы привлекаем федеральных экспертов. При этом у нас экспертиза, она такая получается кросс-региональная, коллеги из Норильска оценивают заявки Мурманской области и наоборот. Мы очень сильно стараемся соблюдать объективность, потому что на своей территории все всех знают, и очень часто получается, что мы знаем, что это хорошие ребята, поэтому давайте их поддержим. А конкурс это все-таки такая история, которая должна быть более объективна, поэтому внешний взгляд он более правильный. То есть объективное мнение о проекте складывается из субъективных мнений экспертов, потому что нет одной правды. Не может один эксперт сказать, что этот проект очень хороший. Разносторонние советы и включение независимых от компании людей в состав совета, наверное, больше придает объективизмом. И снижает в том числе и какие-то потенциально негативные мнения со стороны населения о том, что компания сама по себе принимает решение и не обращает внимание на то, что региону действительно нужно. Поэтому вот такие коллегиальные, когда привлекаются люди со стороны, главное выбрать нужных людей в этом случае, подготовить их к принятию решения, это снимает очень многие риски. Я советую экспертам прежде всего ознакомиться со всеми документами, со всеми конкурсными процедурами. Внимательно посмотреть, почему мы это проводим, посмотреть истории, которые есть у нас. Возможно даже на сайте или запросить победителей, которые были в прошлый раз, посмотреть аннотации их проекта. То есть, чтобы понимать, каков уровень проектов, который поддерживает фонд. Когда вы поддерживаете кого-то и проводите экспертизу проектов, вы должны понимать, какая у вас все-таки конечная цель. Вы хотите поддерживать проекты с определенным последующим влиянием или вы сейчас просто хотите поддержать большое количество организаций и чтобы они жили, чуть-чуть развивались и всякие такие вещи. Когда мы стали запускать новые конкурсы, это было, собственно, очень важно, и нам пришлось оперативно расширить пул экспертов, мы поняли, что один хороший инструмент, который необходимо использовать, это проводить такие же специальные сессии для экспертов, как проводили сессии для заявителей. С тем, чтобы эксперты могли задать все вопросы, которые их волнуют, понимали, про что этот конкурс, у них появилось бы такой идеальный портрет победителя. Конечно, он тоже субъективен, но все равно некий общий идеальный портрет, кого можно увидеть на выходе. Здесь важна сонастройка, конечно же. И особенно при большом вовлечении экспертов, когда людей много и в какой-то момент вступают большие числа, то есть вот эта настройка имеет очень большое значение. Субтитры создавал DimaTorzok